Сегодня 26 ноября, то есть четыре дня до финала Кубка Либертадорес. Сегодня у нас есть время посмотреть, чем живет Буэнос-Айрес. Да, мне уже только четыре дня пора, чтобы Буэнос-Айрес чувствовали все это более российское, чем сейчас. Мы периодически уже видим и болельщиков и Минейра, и Ботафога, но вот так навскидку вокруг нас летет прекрасная Жакаранда, или как она парк? Там какие-то выпускники, видимо, у здания факультета. Будущий цвет аргентинской юриспруденции. Разъявляют какую-то дрянь, Галла. Адвокаты будущие. Да, это очень странная традиция. Там мука могут кидать, и яйца, и непонятно что еще. Поэтому лучше учиться. Галла, ты помнишь свой выпускной? Помню, но у меня такого не было. Потому что, когда ты заканчиваешь университет, даже профессор двое, который взял твой последний экзамен, может не знать, что это твой последний экзамен. У нас нет, как там, что у вас первый курс, второй курс, третий. Нет. У тебя есть количество предметов, которые некоторые обязательны, ты должен проходить. Остальные можно выиграть. Какие ты хочешь это, хочешь это. Но хотя бы количество лет ограниченное, когда ты учишься? Нет, нет. Главное, что там есть минимум предметов, которые ты должен в год сдавать, а так ты можешь лет двадцать. Серьезно? Если ты в государственном университете учиться, как раз мы на юридическом факультете УВА. Леша, а как тебе вот все происходящее? Ты бы так хотел? Ну, у меня был похожий выпускной, на самом деле. У меня был похожий выпускной, я вот сейчас вспомнил, у меня накатила ностальгия. Аня, я в Аргентине, привет, мой номер не изменился, позвони, пожалуйста. Мы, конечно, не знаем о ваших личных туристических пристрастиях, но в Аргентине очень многие приходят вот в это место, это река лето, кладбище. Здесь похоронены очень известные люди, важные для Аргентины. Да, и в Аперон, например, бывший президент спортсменов тоже есть, и всегда было место, куда он, ну, как просто можно было прийти и посмотреть на Макире. Мы, кстати, видели здесь болельщиков Батапога, так что бразильские болельщики, которые приехали уже на Кубок Либертадорос, тоже хотели бы сюда заглянуть. Но это не так просто, потому что, если вы турист, вам обязательно нужна кредитная карта, ну, обычная карта, которой вы можете расплатиться наличными нельзя. Нельзя, наличными нельзя. Почему? Я думаю, что никто не знает почему, но просто нельзя. И еще не все так просто, потому что иногда, ну, а если ты местный, то я бесплатно. Да, то есть тебе бесплатно? Я думаю, что мы не бесплатно, оказывается, что нет, уже нет. А если видят, что у тебя адрес не в Аргентине, значит, что ты турист, тоже нужно подать. Ну, честно говоря, я не расстроилась, что мы туда не попали, потому что то, что находится внутри, мы бы вам и так показать не смогли, потому что снимать там нельзя. Да, нельзя, к сожалению, это очень красиво. Из таких кладбища, которые... Если это может быть красивым, то это красиво. Да, все могили как маленький мавшилей там внутри, и маленькие домики тоже есть. Я когда читал, что из таких видов кладбища, он второй по величине в мире. Вот тут, который... Первый где-то в Италии находится, а второй тут. Но ты знаешь, Галла, есть одно местечко, в котором можно посмотреть все-таки на Риколету сверху. Сверху? И это, может быть, выглядит не менее красиво. Они тоже смотрят сверху. Ну что, я вас не обманула. Вот это самое место, с которого можно увидеть кладбище Риколета. Спасибо, Маша, я тут не был еще. Да, случайно. Ты же портей не больше, чем я почти. Леша, как тебе пить напитки длинные с видом вот на такое место? Замечательно. То есть я с большим уважением отношусь к вечности. Да, но это интересная идея. Бар с видом на кладбище. Забавно, что там стоят жилые дома, у которых окна выходят. И там еще лучше может быть вид, чем отсюда. Ты бы там жила? Нет, я бы не жила. Нет, почему? Ну, жутковато как-то, тебе не кажется? Нет, я бы спокойно. Но тут другая история приключилась. Мы зашли и внезапно обнаружили, что здесь повсюду рисунки, фотографии, шарфы. Есть Каминейро. Атлетико Минейро. И оказывается, что это как будто официальный пар клуба Атлетико Минейро на финале Куба Libertadores. Но я не знаю, как эта девушка прошла сюда. Есть еще одна борьба с Атлетико Минейро. Мы видели. Ты знала, что это вообще-то место для фанов Атлетико Минейро? Да, знала. Но я с двумя друзьями, и они, в отличие от меня, не фанаты Атлетико Минейро. Так что они сказали, пофиг, го сюда. Я немножко дрейфила, но по итогу все в порядке. Тут еще пока не так много фанов Минейро. Да, слава богу. А что ты вообще думаешь насчет того, что финал проходит в Аргентине? Я, конечно, надеялась на Бразилию, но я в курсе, что Канмимбол выбрал стадион заранее. Вообще, прикольно, что они выбрали Буэнос-Айрес. Повод сгонять в новый город с друзьями. А ты знаешь, сколько фанатов Батафога приехало в город? Я слышала про 30 тысяч, но не знаю, правда ли это. Галла, что ж ты молчал, что этот бар на самом деле твой? Видишь, смотри. А не только мой, потому что Галлю никогда не сражается один, никогда не бывает один. Поэтому мы с тобой сейчас. Правда, Леш? Да, Галла, you'll never walk Sazinho. То, Галла, как оценишь подготовку вот этого бара к встрече с болельщиками Минейро? Слушай, неплохо. Ну, еще, если имею в виду, что пока только вторник, еще несколько дней, да, и уже болельщики есть. Да, в финале еще далеко. Четыре дня вообще. Четыре дня вообще. Ну, они еще играют чемпионат в Бразилии, поэтому, да, поэтому я думаю, что... Ну, место неплохое. Даже сколько, три этажа тут, да? Ну, они надеются, что будет переполнен там болельщиков Минейро. Значит, я подумала, что мы с тобой неправильно сидим здесь в твое место. Давай пересядешь. Так. Ну, слушай, если есть бар специальный для болельщиков Минейро, значит, должен быть и для ботафога, по идее. Где-нибудь обязательно должен быть тоже для ботафога, потому что пока не тут сидят больше. У меня некуда пойти. Да, девушка. Мы добрались до места под названием Кракен. Здесь заседают болельщики Ботафога. И вот так вот, если посмотреть, их во много раз больше, чем болельщиков атлетика Минейро вообще в Буэнос-Айресе. Намного-намного больше. Уже когда ехали сюда, и на автобусе с нами ехали. Но у меня, если смотреть, что сегодня вторник, играю только в субботу, и что столько болельщиков в Ботафогу, то у меня уже впечатление, что у Ботафога команда богачей, и уже не хочется своих болельщиков. Так что, не знаю, может, передумаю. В Рио-де-Жанейро, видимо, сейчас работают только болельщики Фламенго, Флумененса и Васко де Гамо, потому что эти все здесь вторник сегодня, до матча еще три рабочих дня. То есть, человек приходит и говорит, шеф, Ботафога впервые в истории играет в финале Кубка Либертадорос, извините, я уезжаю, меня не волнует, что у вас тут в офисе будет. Я на самом деле их понимаю, потому что, когда Спартак будет играть в финале Лиги Чемпионов, я тоже приду и скажу, Владимир Сергеевич, Спартак играет в финале Лиги Чемпионов, я поехал. Мне все равно, потому что я болезнен. Я все равно поехал. Они ждут матча Ботафога-Палмейрос, это матч, ну, по сути, за чемпионство, Палмейрос сейчас первый, Ботафога второй, и получается так, что, ну, за шесть очков. Галла, ну, то есть, вообще в сравнении никакое не идет чемпионство, возможно, дома, да, в чемпионате своем, и в Кубке Либертадорос, все сюда приехали? Конечно, а что сравнивать? Какой-то Кубок Либертадорос, даже мы приехали, они не будут тоже приехать. Я думаю, что над ними все издеваются, потому что из этой большой дюжины бразильской они одни не выигрывали Либертадорос. Чемпионат Бразилии или Либертадорос? Конечно, Либертадорос, если выбирать Либертадорос, но мы можем выиграть оба. Допустим, в субботу Ботафога выигрывает, как вы празднуете? Как будем праздновать? Ха, если я вам это расскажу, меня арестуют, не буду говорить. Ладно, я разрушу обелиск. Я еще думала, что сложно переплюнуть вид на кладбище, но у Ботафога, кажется, получилось. Здесь очень красивое место. Что это, кстати, главное? Это реально очень красиво. Такой район, можно сказать, что довольно новый. Когда я был маленький, тут этих высот не было, конечно, а в этой стране все было заброшено. И как раз с девяностых начали его построить. А теперь нас летят из самых богатых районов Гонос Айриса. Горто Мадера называется. Горто Мадера называется. Много ресторанов тоже, даже исторические корабли тоже есть. Все, что нужно, наверное. Про рестораны особенно понравилось. Выпускайте Кракена. Маш, я вижу, что ты уже есть хочешь. Да, пойдем? Пойдем? Пойдем поесть. Все, пойдем поесть. Пойдем поесть.